Здравствуйте, товарищ президент, уважаемые коллеги. У меня не столько вопрос, сколько я хотел бы проинформировать главу государства и вас всех о точке зрения, которая была нами получена вследствие выездов группы экспертов и работы с политическим активом нашей страны в шести областях в городе Минске. Мы участвовали в организации форума «В Беларусь-одинае», где встретились с политическим активом нашей страны. В этих встречах приняли участие порядка 2,5 тысяч человек, представляющих руководящих работников идеологической вертикали Беларуси, то есть, собственно говоря, тех людей, которых принято называть политическим активом или в западной политологической традиции политической элитой. Хочу доложить, что по вопросу комплектования Всебелорусского народного собрания абсолютное большинство представителей политического актива, и это мнение солидарное по областям и по городу Минску, выступают за формирование по принципу не только депутаты различного уровня, но также и иные граждане, обладающие избирательным правом. Я не думаю, что у нас здесь в ходе нынешнего совещания получится предложить оптимальный механизм формирования Всебелорусского народного собрания. Предлагаю просто закрепить в Конституции принципы его комплектования как представители депутатского корпуса плюс иные граждане Республики Беларусь, обладающие избирательным правом, а детализировать непосредственно, каким образом будут выдвигаться делегаты Всебелорусского народного собрания на уровне избирательного законодательства. Спасибо, Александр Павлович. Ну, знаете, мой вам совет. У нас есть опыт, если говорить о Всебелорусском народном собрании. Опыт этот, я попрошу, чтобы вы это имели в виду все аспекты рассматривая этот вопрос. Опыт этот основывается не только на сущностном характере ВНС и его формировании, как мы формировали проведение и так далее, но и на обычных вещах, в количественном составе. Мы на ВНС приглашали 2,5 тысячи. Сейчас мы говорим 500 человек. Ну, это второй парламент. Раньше у нас парламент, в котором я работал, было 360, по-моему, человек. Сегодня мы хотим Всебелорусское народное собрание, звучно, сократить до 500 человек. С этой позиции, если посмотреть правильно, наверное, не очень. Тем более, это же не постоянный орган работы, это люди, которые приедут. Снизу мы определим периодичность проведения Всебелорусских народных собраний. Если это будет конституционный орган, конечно, это не один раз в 5 лет. Это будет основное, фундаментальное наше собрание, где мы будем перспективы на пятилетку формировать. Собрались, обсудили и нарезали задачи. Но только надо это сделать железобетонно. ВНС собралось, там и президент присутствует как делегат, правильно вы, парламентарий там и так далее. Приняли решение железобетонно выполнять. Если мы определили социальные какие-то вопросы, все, не президент, никто не может от этого отойти. Вот это фундаментальное решение пятилеток. Но я думаю, что ежегодное проведение Всебелорусских народных собраний, сходов этих, для того, чтобы проконтролировать ситуацию, как выполняются пятилетные решения, как действуют органы власти. Ну, слушайте, а вдруг возникнет чрезвычайная ситуация, не дай бог, на западных границах, сейчас очень актуально, еще важнее, на южных границах. Мир меняется, и может нам придется решать вопросы эти. И потом, вот знаете, все говорят, а какие полномочия передать наверх? Вот мы будем обсуждать, я не имею окончательного решения. Я только понимаю, что двоевластия в стране быть не должно. Глава государства есть глава государства. Чем будет заниматься Всебелорусское народное собрание? Оно что, будет висеть над президентом или парламентом и другими органами власти, просто так болтаться? Или у него будет определенное место в этой системе власти? Поэтому, говоря об этих функциях, надо подумать о том, чтобы забрать у президента функции те, которые не должны у него быть в силу того, что он сам там является стороной процесса. Ну, допустим, выборы. Прошли президентские выборы. Подвергают сомнению, что ЦИК принял заключение, выборы стояются и так далее и тому подобное. Почему не отдать это на Всебелорусское народное собрание? Пускай Всебелорусское народное собрание, где и президент, пусть оно и определит, что это за ЦИК. Конституционный суд, почему не отдать его на Всебелорусское народное собрание? Пусть там утверждают. Всебелорусское народное собрание не будет руководить судьями, они будут более независимы. И уже я, как президент сегодня, и парламентарий и прочее, они будут чувствовать, что это там. Никто там президента не наклонит, конечно, но он будет понимать, что если я чего-то сделаю не так, то даже наверху во власти меня покритикуют как минимум на Всебелорусском народном собрании. И это пойдет в общество. То есть президент становится более, ну не то что зависим, ответственным перед избранниками народа и так далее. Ну это от жизни рассуждаем. Говорю как президент и рассуждаю от жизни, что формировать функции, полномочия и формирование самого Всебелорусского народного собрания надо осуществлять из практики и от той жизни, которая складывается у нас сегодня. Но не тащить туда лишние функции на Всебелорусское народное собрание. Не тащить. Ибо мы разрушим существующую систему власти, где у нас будет, как Петр Петрович сказал, президентская республика. Она должна остаться. Мы определили, что должен быть какой-то сдерживающий фактор. Не только для президента, а вообще для общества в целом. Поэтому мы вышли на Всебелорусское народное собрание, на этот коллективный орган. Но ни председатель, ни президент не должны обладать такими полномочиями, которые будут давлеть над органами власти другими и особенно над президентом. Тогда мы лишимся вообще президентской республики. И тогда это шаг к порождению двоевластия. Ну и потом. Уже основательный такой тезис. Более чем фундаментальный. У нас идет смена поколений. И прошлогодний конфликт, это не главное было, но мы увидели, кто там был в качестве протеста. В основном молодежь, но это будущее нашей страны. То есть одно поколение уходит, другое приходит на смену. Даже вот здесь люди совсем молодые сидят. Мы не мешаем. Пожалуйста, вы будущее творите. Но мы наблюдаем. Мы создали это государство. У нас опыта больше. Мы видим, в каком направлении развиваться. Поэтому поколение это уходящее, много сделавшее для страны и опытное, оно не должно мешать новому поколению создавать жизнь новую и двигаться вперед. Но наблюдать и иметь в случае чего полномочия, чтобы пресечь не то движение, я так жестко, резко говорю, оно и должно иметь право. Это основа тоже от жизни. Всебелорусского народного собрания, функции полномочия и формирования Конституции в нашей проекции, не то что слабо, оно вообще не видно. Если я вам скажу, что я это вижу окончательно, нет, я хочу вместе в процессе, вот группа будет доработать это. Свои вот мысли, рассуждения, я вам их высказал. Зачем это надо в НС? Притом откровенно вам говорю об этом, зачем оно надо. И дело не в Лукашенко. Иногда вот Наталья Ивановна так уже говорила, когда она затраивала вопрос в НС, и я ей сказал, слушай, ты запомни сама и передай другим. Если Лукашенко еще согласится стать председателем Всебелорусского народного собрания, так вы должны меня попросить на коленях и поблагодарить, если я соглашусь. А не упрок мне ставить, что я там для себя чего-то. Слушай, я уже вот так вот этого наелся. Но будет новый президент, он вам расскажет потом, что это за хлеб. Особенно в Беларуси. Это не в Америке. Посмотрите, очумелая. Что творит президент? Слушай, если бы я так работал в Беларуси, страны бы не было давно. А почему? А потому что там ошибку совершили, завтра напечатаем. Напечатаем эти доллары. А то, что напечатали, вон инфляция захлестнула весь мир. Мне очень понравились ваши акценты на тех спорных моментах, по поводу которых мы, в общем-то, обсуждали. И прежде всего потому, что всё, что вами обозначено как спорное, на протяжении многих месяцев я на это обращал внимание. Безусловно, необходимо предусмотреть закон, либо приложение к этому тексту о переходных положениях. И в нём, прежде всего, в нём, а не в тексте Конституции, следовало бы предусмотреть, когда будут проводиться выборы. Единый, так называемый, день голосования, а не в самом тексте. И вы как раз обозначили, что, в общем-то, единый день голосования невозможен в силу того, что полномочия потенциально могут быть прекращены палаты или двух палат. То есть это уже юридически нереально. Это вот первое. Относительно численности ВНС, членов ВНС, мы обсуждали действительно, и мы выходили где-то на полторы тысячи. Безусловно, начиная с 1996 года, две с половиной тысячи, больше, меньше, но, в общем-то, может быть, более привлекательно будет, если эта цифра будет более оптимальная, с тем, чтобы и люди понимали, что здесь не разрастание какого-то, так сказать, аппарата. Варианты действительно обсуждались, и у нас был консенсус по поводу того, что в парламентарии входят президент действующий, и обязательно я предлагал это, что президент, который ушёл в отставку, он тоже является членом ВНС, это автоматически, ну и вышли на областной уровень, Минский городской совет депутатов. Дальше, действительно, у нас были споры, но я думаю, что об этом можно говорить и дискутировать. У меня большие сомнения на фоне того, что Конституционный суд получает, в общем-то, огромные полномочия, я считаю это правильно, сомнения в необходимости у полномочия по правам человека. Как ни странно, я готовил концепцию, у меня добротный, как мне кажется, документ был лет 10 назад подготовлен, но, в общем-то, мне кажется, что вот исходя из существенного расширения полномочий Конституционного суда, есть необходимость в этом органе, который, в общем-то, будет не более чем какой-то такой инстанцией без реальных полномочий, я в этом, в общем-то, не убежден. Есть перегибы с точки зрения наделения полномочий, скажем, палат парламента в том плане, только в этом плане, когда обе палаты дают согласие на назначение премьер-министра. Мне кажется, это нереально, согласие президента. Во-первых, может быть, если уж заглядывать на послезавтра, может быть конфликт между палатами различное мнение. У одной палаты, у другой, так сказать, по этому поводу, и последствия могут привести к распуску палаты. То есть, если юридическим уже слогом анализировать и так далее. Я предлагал, что, да, палата представителей дает согласие президенту на назначение премьера, может быть, более мягкая формулировка, с учетом мнения Совета Республики и так далее. То есть, здесь даже юридически оно, что называется, не пляшет. Мне представляется, что те изменения, которые предлагается сделать в Конституции относительно предварительного согласия соответствующих структур в даче согласия президенту на назначение тех или иных кандидатур, это вытекает из текста Конституции и действующей. Но хорошо, что это уточнение осуществляется, и это тоже будет полезно. Относительно декретов президента, как ни странно, я тоже говорил о том, что, может быть, декреты президента и полномочия на издание декретов, может быть, и стоит сохранить, но в тот период, когда не работает парламент, не заседает. Да, у нас он продлен существенно, по сути, наверное, месяцев 10 будет работать парламент по проекту. Ну вот в этот период реально, исходя из особой необходимости, может быть, стоило дать президенту право на издание, сохранить право на издание декретов, но единственное, что здесь можно подумать о сохранении силы этими декретами, о возможности отмены и так далее. То есть это вопросы уже такого характера, может быть, чисто законодательно, но в привязке к Конституции. Я думаю, что есть проблема относительно соотношений законов и указов. Указы президента сейчас по проекту, в общем, должны соответствовать закону. Мне представляется, что и закон, и указ, исходя из статуса этих органов, парламента, я имею в виду президента, они должны соответствовать Конституции. При возникновении спора или коллизии между законом и указом уже это вопросы к Конституционному суда. Иначе выстраивается другая модель тогда. Парламент, президент ниже. Вот исходя из именно этой структуры, которая предусмотрена. Мне кажется очень сомнительным исключение из Конституции нормы о том, что можно избирателям отозвать депутатов. Я думаю, для депутатов это стимул, работать с гражданами, с избирателями, и работать, разъясняя политику, позицию и так далее. Просто исключить эту норму, я думаю, не совсем правильно и в юридическом плане, и в иных планах. Смещение президента в НС, в Северо-Русском народном собрании. Мне кажется, что в этой процедуре должен участвовать и парламент. Да, окончательное решение за собрание, но вот механизм предварительный, может быть, стоило бы сохранить за как раз парламентом. И еще, может быть, абсолютно я согласен с тем, что не надо превращать и Конституцию, и вообще, так сказать, может быть, подходы такие, чтобы мы расширяли льготы гражданам, для граждан. Да, нет, конечно. Но определенные дополнительные гарантии социальные, с тем, чтобы этот текст был более привлекательным для граждан, может быть, и стоило бы еще дополнительно в Конституцию включить. Иначе будет превалировать предложение относительно совершенствования политической системы. Но что мы гражданам предложим? Вот как-то взглянуть на подходы более широко следовало бы, действительно соглашаясь с тем, что нельзя превращать наших граждан в вождевенцев. Нет, конечно. И для того, чтобы было больше их активность, я понимаю все, так сказать, возможные нюансы и возражения, может быть, надо акцентировать внимание не обязательно в Конституции, но на развитие местного самоправления. То есть текст, в общем-то, достаточно добротный, но много здесь еще вопросов, которые надо шлифовать. Ну, вот, опять же, я не хочу тут окончательно что-то высказываться. Извините, что я реагирую, вы же пришли ко мне для того, чтобы обсудить эти вопросы. По поводу утверждения премьера, ну, мы говорим так, образно, с согласованием парламента, так? Но у нас парламент двухпалатный. Поэтому смыслово по смыслу, это нормально, что две палаты. Но самое главное, мы ведь усиливаем правительство и премьер-министра усиливаем. Мы же ему передаем полномочия, это будет правильно. Определенная полномочия и по формированию правительства будут в руках премьера. Ну, знаете, когда усиливаем премьера, ну, так пусть он идет через две палаты. Если говорить о том, Григорий Сейдж указал, что это возможно, что может возникнуть конфликт между палатами. Слушайте, но и суть наших палат как раз заключается, что они всегда должны находиться, в хорошем смысле этого слова, в конфликте. Ну, конфликтов не было, почему? Потому что серьезные законопроекты, мы вплоть до того, что собираемся у президента, представители палат там и прочее, и при разработке законопроектов, и при обсуждении, всегда в контакте. Ну, по-свойски, по-человечески, работаем вместе. У нас в основном палата представителей занимается законотворчеством. Совет Республики у нас кадровый орган. В основном кадры идут через Совет Республики. И ЦИК, и Конституционный суд, по-моему, да, и национальные банки, прочее, прочее. Не произойдет ли определенного смешения, если мы слишком уж окунем палату представителей, скажем так, в кадровые вопросы. И что они будут формировать, палата представителей? Что? Правительство. А правительство – это исполнительный орган власти. Это другая ветвь власти. Чтобы не было вот здесь конфликта, чтобы излишняя законодательная ветвь власти не вмешивалась в деятельность исполнительной ветви власти. Вот этого быть не должно. Это мы не должны допустить. Поэтому, если мы о кадровых вопросах будем говорить, ну, устоялась практика утверждения премьер-министра согласия парламента. Ну, палаты представителей у нас. Ну, наверное, не стоит от этого отходить, хотя это уже тоже смешение. Если уже так уж рубом ставить вопрос, это тоже, ну, как, законодательная ветвь власти будет формировать исполнительную. Вот над этим надо подумать, и это надо иметь в виду, чтобы не было этого смешения. Каждый должен заниматься своим делом. И усиление премьер-министра, это как раз усиление исполнительной ветви власти, и это делает ее более независимой. Ну, плюс еще президент же будет. Он же за это несет ответственность, и у него будет президентская республика, и у него будет соответствующая мощная полномочия. Без излишнего вмешательства в законодательную ветвь власти, просто рассуждение. К чему мы придем, на что мы выйдем, посмотрим. Что касается импичмента, вопрос же в чем, процедуру как будем сохранять, которая есть, в принципе, если поставить вопрос, возможно ли по этой конституции объявить импичмент президенту. Ответ однозначный, нет. Практически нет. Почему? Потому что в то время, когда мы формировали эту конституцию, вы видели, какой раздрайм многие были в обществе. И надо было вот эта сильная власть. А что такое сильная власть? Президент действовал тогда, должен был действовать, не боясь, что его завтра возьмут и сметут. Я ведь пережил. Григорий Алексеевич, помните первые годы импичмент президенту, парламент, вот когда перед распадом парламента на две части. Я даже многие вопросы знаю изнутри. Что делалось в конституции. Ну да, вы даже лучше меня это знаете. Сегодня обстановка не та. И если мы говорим, что досрочное отстранение от власти президента по заявлению, по болезни и прочее, но из-за дуроломства и так далее, ну, эта норма должна остаться в конституции. Она, в принципе, и во всех конституциях есть. Но какая это должна быть норма? Какова роль будет при отстранении президента от власти у парламента? Обязательно надо сохранить эту норму, чтобы парламент должен в обе палаты вносить предложение. Возможно, заключение делает Конституционный суд. И тогда все белорусское народное собрание, народ собрался и окончательно поставил тошку. Реально, реально, без всякой казуистики, все понятно. Гарантии социальные, очень правильно подчеркнул, Григорий Александрович, гарантии. Не льготы какие-то, а должны быть гарантии. Это более широкое понятие. А все эти гарантии должны воплощаться в законах. Пожалуйста, кто еще хотел бы высказаться? Если позволите, Дубков Сергей Витальевич, по поводу 24-й статьи, по поводу отмены смертной казни. Мне кажется, что сейчас заложена ментальная ловушка. В чем заключается указанная ментальная ловушка? С одной стороны, внесенные изменения, предлагаемые, усиливают традиционные ценности белорусского общества. Эти традиционные ценности базируются на христианских ценностях. Независимо от того, практикующие это, верующие, либо теористы. Это заложено в ментальном, культурном коде белорусской нации. И эти изменения, они поддержаны большинством членов Конституционной комиссии. При этом, одна из фундаментальных христианских ценностей, право на жизнь, она стоит в стороне. И получается, с одной стороны, мы усиливаем вот эти фундаментальные традиционные ценности. При этом, по вопросу смертной казни, мы опускаем этот вопрос. Да, я четко понимаю, что сейчас находимся в некой позиции Цунцванга. Это в шахматах, когда любой ход, наверное, вызовет противоречие в обществе. Но невозможно говорить о том, что мы христиане, что это традиционные наши ценности, и при этом их нарушать. Точка зрения расхожая, понятная, мотивированная, обоснованная, что упор сделан на христианские ценности и так далее. Может, не совсем к месту пример. У нас же и на Западе христиане живут. Недавно в Швейцарии, что меня удивило, прошел референдум. 65 примерно процентов высказались за однополые браки. Да? Но как это соотносится с христианскими ценностями? Теоретически, да. Трудно опровергнуть сказанное. Но я всегда, ваше внимание, вначале обратил, что Конституция – это не теоретический трактат. Это реакция на то, что происходит в нашем обществе и наше будущее, ну, на какое-то обозримое будущее. Давайте будем идти все-таки от жизни. Хотя я не опровергаю эту точку зрения, она мне знакома. Она мне знакома, всегда об этом говорили и всегда меня упрекали. Одна страна, которая сохранила смертный указ. Я всегда говорил, я не могу подписать указ вопреки тому, что было на референдуме. Запад это не слышал. Они слышали мою мотивацию, потом я понимал, что они куклю в кармане держали, просто помалкивали, но потом за глазами меня критиковали. Я не понимаю там и прочее. Но согласитесь, что я поступил честно. Я не стал идти вопреки мнению народа, хотя если бы я подписал указ о приостановлении смертной казни, я не думаю, что, как у нас принято говорить, рейтинг мой бы не упал, не уменьшился, но я на это не пошел, понимая то, что это нельзя делать, потому что народ принял вот такое решение, сохранив смертную казнь. Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос, я думаю, что большинство за сохранение. Поэтому Георгий Алексеевич прав, что надо этот вопрос, по-моему, он сказал, все-таки отнести в будущее. Александр Павлович тоже по этому вопросу говорил. И если уж на то пошло, рассмотреть его отдельно на референдуме. Коллеги, я хочу поделиться соображениями относительно Всебелорусского народного собрания, но прежде, Александр Николаевич, я думаю, выражу не только свое время свое мнение, что после того, как вы оставите пост президента, очень хотелось бы, и я вас лично прошу об этом, все-таки остаться, попытаться остаться в роли гаранта независимости нашего государства, спокойствия и мира в нашей стране. Как это можно сделать? Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей. Я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу. Александр Николаевич, я хочу провести определенную аналогию. Знаете, прежде всего, наверное, благодарность большая за то, что вы и кто-то ваши соратники, но, прежде всего, построили белорусское государство. Я рад, что я белорус. Вот искренне совершенно говорю, и рад, что пока мои дети никуда не собираются езжать. Но я не об этом, это как бы предпосылки, некая внутренняя эволюция. Моя аналогия – это развитие ваших подходов и практики управления государством. Видите, как бы они напоминают, ну, можно сказать, как корпорация «Беларусь». Вы и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и много где, вы чувствуете, видите, кто-то это критикует, возможно, здесь есть изъяны какие-то, но есть и свои инновации. И вот я думаю, а почему бы в Беларусском народном собрании не закрепить новые подходы корпоративного управления? То есть не рассматривать его, в свою роду, как наблюдательный совет или совет директоров, который представляет интернерез и акционеров. А акционеры Беларусского государства – это народ, и любой наблюдательный совет имеет своего председателя. И, конечно, все Беларусское народное собрание таковым быть не может, это сложно, но оно может иметь свой президиум, это, собственно, и будет, в узком смысле этого слова, наблюдательный совет. И у президиума будет свой председатель, это аналогия с председателем совета. И вот в этом случае, возможно, надо пообсуждать назначение руководителей силового блока, контроль за ними, и могли бы быть за президиумом и его председателем. Определенный хотя бы период времени. Вот новый президент, опыта недостаточно, воля неизвестна, насколько сильна и так далее. И вот гарантия переходного периода. Силовой блок контролируется и должным образом управляется со стороны президиума и его председателя. Понимаешь, если мы оставляем президентскую республику, сильной президентской властью, президент-главнокомандующий, и ему должны подчиняться эти силовики. Но твоя идея в чем? Это тоже обдумано уже. Всебеларусское народное собрание должно иметь полномочия, вы правильно сказали, наблюдать, наблюдательный совет. Нет, в этом его функция. Но, не дай бог, если где-то там какое-то должностное лицо отклонилось функции контроля, оно может вмешаться. А забирать функции, назначать и освободать от должности силовиков не вяжется. Всебеларусское народное собрание должно иметь право вмешиваться и принимать соответствующее решение. И у него будет же, если, допустим, ну понятно, президент, допустим, президент придется, ну не так повелся. Григорий Алексеевич поносил только что предложение. Он же будет обладать, если мы к этому придем, правом импичмента президенту. Но не с бухты-барахты-бабах, а парламент, Конституционный суд, Всебеларусское народное собрание или в каких-то исключительных случаях собралось Всебеларусское народное собрание, приняло решение. Но не дай бог, не дай бог, потому что вся полнота власти будет у президента и у вертикали власти. Это будет такое столкновение президента с сильной вертикалью, с Всебеларусским народным собранием, которое вроде там не имеет какой-то опоры. Хочу поблагодарить всех членов комиссии. Работа была очень конструктивной, носила доктринальный характер. Но мне кажется, сейчас уже в том проекте, который мы вынесли, подготовили, потенциал комиссии себя несколько исчерпал в том плане, что на этом этапе уже должны к делу подключаться профессиональные, как говорят в народе, президентские юристы. Те, кто профессионально вырабатывает законопроекты, согласовывает, чтобы не допустить вот таких широковатостей, о которых говорил Григорий Алексеевич, потому что все-таки мы представители, широкие представители общественности, а не профессиональные законотворцы. Спасибо за внимание. Ну, Юрий, то, что ты сказал по поводу шлифовки, это будет последний этап. Я и говорю сейчас, что это вариант проекта. Его надо сейчас еще дописать. ВНС, дележка власти, переформатирование, перераспределение. Это полномочия, это президент, это правительство. Кстати, что мы и делаем. Мы же сейчас потихоньку вплоть до областей передаем эти полномочия. Я как президент вижу, что некоторые же вещи я подписываю формально. Они прошли уже такой фильтр, как ты говоришь. Ну, я их подписываю. Ну, допустим, я присваиваю звание полковников. Ну, да, через госсекретариат проходит и прочее. Тут в чем фишка? Что министр, он же формирует, вот полковника присвоит, и он наверх отдает предложение. Он знает, что там не должно быть, знаешь, там свой, чужой. Этот нравится, этот не нравится. Потому что там еще один фильтр, и потом это же к президенту идет. Если он внесет, и мне кто-то скажет, или я буду знать, что это там какое-то левое предложение, ну, такое мнение о министре. То есть раз наверх, значит, ответственность больше. Вот, только в этом. Остальное, ну, это фактически формально. И сегодня вопрос встает. Надо мне звание полковников присваивать в главе государства? Или оставить только генеральский корпус? Вот, передать можно туда, так и в правительство. Это уже моя позиция. То, что правительство должно делать, экономический блок, оно должно этим заниматься. А президент, особенно в будущем, будущие президенты, он должен это видеть и контролировать. Он должен быть системой контроля. Уважаемые друзья, мы с вами работаем уже сколько? Почти четыре с лишним часа. Я хочу вам сразу сказать, что это не последняя наша встреча. Я просто еще раз озвучу то, что вначале говорил. Администрация президента подготовит распоряжение президента, которой будет создана вот эта группа, которая доработает проект Конституции. И выйдет на более совершенный проект. Да, я буду с ними часто встречаться, чтобы ответить на какие-то вопросы. А потом мы с вами перед внесением на обсуждение всенародное, того проекта, который выросли, мы с вами в таком же составе соберемся. Комиссия не распускается, она не исчезает. Она продолжает работать. Группу вы будете знать. Вносите вы тоже туда свои предложения. Группа юристов после всенародного обсуждения каждую строжку просмотрит и окончательно юридическим языком пропишет документ, который будет вноситься на референдум. Вот юристы где будут. А эта группа должна быть не только юристов. Эта группа должна быть специалистов, где должны быть и экономисты, и управленцы. Возьмите, допустим, функции, роль Всебелорусского народного собрания. Вы что, считаете, что юристы по специальности лучше будут знать, чем Андрейченко функции эти? Нет. Он это прошел. Это вся его жизнь. И он уже будет знать, как эксперт, это подойдет, это нет. Ну, это будет его мнение. Вот он не юрист, хотя уже в парламенте давно уже юристом тоже стал. Поэтому это разные должны быть люди высокого уровня. Это, я бы сказал, управленцы должны быть крепкие. А потом, окончательный вариант. Ольга Ивановна, пожалуйста, соберите юристов и посмотрите с точки зрения. С точки зрения юридической, потому что это же юридический документ, Конституция, прежде всего. Это уже юристы доработают. Вот такая схема. Надо в ближайшую неделю внести предложение по этой группе, чтобы мы в течение хотя бы месяца доработали Конституцию. Потом соберемся, еще раз обсудим, внесем на рассмотрение народа. И в конце юристы доработают. Мы снова с вами соберемся перед внесением на референдум. Вы заранее получите проект. Прочитайте, посмотрите. И окончательно примем решение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова